Поймали вора, привязали к столбу. Холодной ночью гнилой помидор особенно мерзает. Привет, седовласые акулы, с вами Федорович. А после этого видео вы уже не сможете просто так выйти на улицу за чашечкой кофе, ибо страх сильнее жажды. Но в этом видео вы узнаете, где же все-таки прячутся настоящие, секретные, непобедимые, неуязвимые мастера. Но сначала подпишитесь на канал и поставьте лайк, а также поделитесь этим видео с друзьями, а то потом вас может сковать страх, и мандраж не даст даже кликнуть по мышке. Когда отец бьет сына, он его исправляет, а когда мать бьет, дочь портит, а когда настоящий мастер херачит всех направо и налево, ему все равно, что он с ними делает. Наконец-то в открытый доступ просочились съемки настоящего мастера Винчун, который настолько жуткий и опасный, что его приходится держать за решеткой. Ужас комара при виде лягушки – ничто по сравнению с этим зрелищем. Глубоко дышите. Я понимаю, что после первых секунд просмотра у вас паника и мандраж. Я сам был такой. Но меня убедили, что эта решетка сделана из сверхпрочного металла, а для ее основы пришлось даже убить Росомаху из Людей Икс, чтобы повытягивать из него адамантит. Не удивляйтесь, этот мастер может и не такое. Это и есть то самое загадочное секретное оружие, о котором все говорят, но никто не показывает. Теперь наконец-то стало понятно, где все настоящие мастера и почему их нет в ринге. Просто их крутость и смертоносность настолько нереальна, что их приходится держать в сверхпрочной клетке. А то поубивают всех бойцом нахрен и глазом не моргнут. Сидящий на верблюде себя не скроет, а идущий в одиночестве не пылит. Но настоящий мастер-ниндзя может пылить, даже сидя на осле. Наконец-то! Наконец-то началось возрождение клана и прадущихся. Великий мастер закончил свое обучение и теперь мочит коней, набирая новых учеников и показывая нереальные вещи. Восход солнца на вершине снежных гор. Это ничто по сравнению с лучезарной красотой техники и грации этого мастера-ниндзя. Я хотел под этим видео добавить надпись, не пытайтесь повторить в реальной жизни. Но понимаю, что это бесполезно. И многие из вас уже закутались в простыню и пошли валяться в саже, чтобы записаться к этому молниеносному воину. Который в лучших традициях Мортал Комбата даже умеет пускать из рук какую-то белую хрень. Наверное мел, который он украл у учителя. Но я прошу вас только об одном. Не тренируйте защиту от меча со своими кинтами. А то потом протезов в стране не хватит. Сон не разбирает постели. Но всю его прелесть не каждый может постичь. Особенно, когда за чашку кофе нужно сражаться насмерть. Но после этого видео у вас появится шанс на выживание. Сытый и голодного не понимает. А кофейный наркоман готов за чашку черного напитка порезать и застрелить. Эти редчайшие кадры секретных тренировок кофеманов ко мне попали чисто случайно. Поэтому мотайте грудные волосы и запоминайте. Да, жизнь становится опасной. Теперь, выходя за кофе, эти мастера носят с собой ножи и пистолеты. Но они так же делают и на кофебрейках в офисе. Поэтому теперь, когда вы подумаете забрать последний бутерброд из буфета, всегда оглядывайтесь по сторонам. Может, ваш коллега ученик этих монстров. Скотина часто спотыкается, а человек ошибается. Особенно, когда ты боксер после трехмесячного воздержания. из-за подготовки к бою, то готов бросаться на ринг-гелшу даже посреди поединка. Чего взрослый стыдится, а то маленький плачет, а боксер тупо говорит. В перерыве между раундами, когда тренер так усердно пытался дать пацану установку на бой, чтобы тот хоть как-то дожил до конца поединка, боксерчик тупо глазел на задницу ринг-гелсы. А потом сказал тренеру, да забей ты на этот бой, лучше зацени Чиксу. А пока меня будут избивать, возьми у нее телефончик, чтобы зависнуть, когда я отойду от нокаута. Когда чего-то очень сильно хочешь, это часто проходит мимо. Как желание попасть в мешок, когда ты сам в мешок. Этот мастер мог бы стать чемпионом мира и победить лучших из лучших. Но, к сожалению, он так сильно этого хотел, что даже не попал по мешку. На чем его карьера с поломанными костями и закончилась. Пишите в комменты, хватит ли у вас силы Чи соединить все эти техники в один мегастиль. Или просто попивасику и все забудем. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте... Пикак! Все, спокойно, спокойно. Раз, два, три. Это биомеханика, эффективность движения. Ее знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Два. Да! Клодрата одна, да? За дистанцию. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю от лучицы, от от лучицы выливаю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хоба! Хоба! Обмазывающий сильный. Ачжай! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Наши упражнения. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Старим. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идти сюда. Ничего не успевайте, это убит.